Приезд Батэ после матча Лиги Чемпионов, а теперь после баталий в Лиге Европы, для болельщиков других команд сродни празднику. Гродненские любители футбола создают, видимо, ажиотаж у каст-стадиона и входа на арену. Настроение в солнечный день приподнятое, да и с талисманом команды почему бы не сфотографироваться на память. Но вот незадача за пять минут до стартового свистка, девятитысячник практически пустой. Зрители на свои места не торопятся, хотя по ходу встречи заполняют трибуны почти наполовину. Из всех визитов съемочной группы программы в другие города страны, только в Гродно почему-то журналистов требуют каких-то пригласительных на входе. Было дело, даже комментатор на свою рабочую позицию перед трансляцией матчей не пускали. Посему очередные недоразумения уже воспринимаются с улыбкой. Потом, как оказалось, не одним нам в этот день пытались испортить настроение. Батэй после восхитительной атмосферы в Лиссабоне вернулся в привычный антураж и выглядел стартовое полчаса пришельцем с другой планеты, в чем немалая заслуга игроков Немана. Хозяева внешне напоминали испанские вилья Реала, на деле пристали смирившимся досрочно с поражением Ягненком. Мяч, забитый Виталием Радионовым уже на восьмой минуте, выглядел настолько простым и беззаботным, что в раз вспомнилось поражение Немана с крупным счетом в Борисове в первом круге. О каком-либо реванше при таком развитии событий заводить речь было бессмысленным. Такое ощущение, что ребята все-таки как-то робеют, можно сказать так, перед Батэ и видели, наверное, начало. Они давали все делать, разыгрывать стенки, обыгрывать и уходить, то есть свободные зоны. То есть как бы они пытались даже их не трогать, как бы их, когда в сторону мяч проходил, если корпус футболист Батэ ставил, наш почему-то его пропускал. Второй гол ворота Василия Кузнецова, он из той же серии, когда защищающаяся команда останавливается, уповая на положение вне игры, а его не было, с той же покорностью пересильным авторитетным оппонентам, которого лучше не злит. И примечательно, что свой дебютный матч точным ударом отмечается молодой защитник Дмитрий Бага. Кстати, брат небезызвестного Алексея, который играл за Борисовчан на той же позиции правого защитника. Пожалуй, это первое появление на поле в сезоне перспективного талантливого игрока из Батэ. Ведь обоим из опытных исполнителей Виктора Гончаренко на зависть всем. Разгрома Немана, тем не менее, не последовало. К середине тайма подопечные Олега Радушко собрались с духом и заиграли более агрессивно, а Батэ, в свою очередь, не стал прибавлять оборотов. Гости вообще, но удивительно спокойно провели оба тайма, вряд ли отталкиваясь от преимущества в счете, которое далось малой кровью, скорее на фоне усталости после длительной дороги с Португалией. И даже позволили городничанам один мяч отквитать перед уходом на перерыв. Дмитрий Коваленок реализовал передачу Игоря Чумаченко. Таким образом, у полузащитника теперь всего на один ассистентский балл меньше, чем у лидера Виталия Володинкова. Любопытно, что Неман имел хороший шанс вырвать у чемпиона ничью, но на последних минутах поединка Алексей Сучков спасал перед Сергеем Веремко. 2-1 в итоге. Батэ положил в свою копилку очередные три очка, но остался недоволен гостеприимством. Виктор Гончаренко даже было покинул зал для пресс-конференции, но затем вернулся и рассказал о своем недовольстве собравшимся. Вызывает крайнее возмущение то, что на поле трава 4-5 сантиметра. Все-таки мы играем для болельщика, и такая высокая трава не способствует какому-то футболу. Наставник Неман Олег Радушка пытался оправдываться, ставя пример наставника сборной Бенто Штанге. Я говорю, у нас время так стрибуют. Это постоянно у нас, который мяч еле катится. Помните, сборная Сандора играла? Точно так же мяч еле катился. Здесь еще более-менее. Она еще более-менее была быстрая. Поэтому, как бы сказать что-то там, что она какая-то новая, нет, она постоянно такая. И даже, наверное, когда она гуще была, еще было хуже. Помните, мяч падает обычно, он останавливается. В общем, без конфликта не обошлось. И кто прав, кто виноват, вопрос открытый. Ведь в регламенте по этому поводу не написано ни одной строки. Есть такие задумки, и я думаю, они будут реализованы в следующем году. И в следующем уже чемпионате и розыгрыше Кубка Республики Беларусь в регламенте будет все прописано в соответствии с рекомендацией УЕФА, что высота отрывного покрова не должна превышать 3 сантиметров. Мы знаем, что англичане вообще делают там 1,2-1,5 сантиметров, и перед игрой еще и специально поливают для того, чтобы игра была быстрее. Наверное, стоит присмотреться к опыту родоначальника футбола.